Новенький какой-то BQ Это уже третий, наверное, за сегодня Который попадается Это 5015L У него Android 8.1.0 Сейчас я покажу, как на нем сделать Броды заводских настроек Я так понимаю, что процессор у него Sprite Room На Sprite Room возможно несколько комбинаций Это может быть плюс и питание одновременно Минус и питание одновременно Питание зажать на секунду на 2 Следом зажать минус Питание зажать на секунду на 2, следом зажать плюс Попробуем Дадим ему выключиться все-таки Потому что делать надо с выключенным состоянием Что-нибудь с камерами Одна камера, одна вспышка Бюджетка, видать Чтобы перебирать комбинации Нужно знать основное правило Что нужно Sprite Room начинать Так же, как и МТК, с плюсами питания Потом переходить к второй комбинации Питание на секунду на 2, следом минус В такой последовательности действовать Итак, плюс И питание Держим 2 клавиши Экран загорится, питание бросим А плюс продолжим держать Держим долго, пока не появится что-то похожее на рекавери Либо зеленый робот Я еще плюс держу, питание бросил Но он пошел у нас включаться Я ему батарейку выдергиваю Нечего ждать Ух, какая тугая батарейка Нечего ждать время свое терять Попробуем так, вот это минус у нас Питание, раз, два, три И следом минус Держим две клавиши Экран загорелся, питание бросили А минус держим Аппарат должен быть заряженный С аппарата все удалится, если есть возможность сохранить все заранее Также на андроиде 5.1 и выше, а здесь 8.1.0 Необходимо выйти из учетной записи Google Меню настройки аккаунта Выбрать гугловскую учетную запись В правом верхнем углу будет кнопка с тремя точками Удалить аккаунт Если это не сделаете, после сброса либо прошивки Он будет требовать у вас учетку Которую вводили, когда активировали Google Play Первое, что нужно попробовать Это вспомнить Привязана ли ваша учетка к вашему номеру телефона Но если вдруг телефон не ваш То вы должны с человека брать документы Подтверждающие факт покупки Чек покупки, гарантийный талон, еще что-то такое Где будет имей или серийник аппарата Все действия с краденными и найденными ворованными устройствами Это уголовно наказуемые деяния Связывать с этим категорически нельзя Если сброс настроек вам не помог То углите прошивку Берете тему аппарата на 4 ПДА и прошиваете Потому что сброс настроек убирает далеко не все косяки По разблокировке ФРП На канале есть по лист ФРП Google Там есть универсальные решения В том числе под процессор И здесь на канале был такой же ролик Но лучше с этим не связываться Опускаетесь до Vibe Data Factory Reset Нажимаете питание Выбираете Yes Я выберу No Потому что нет необходимости сбрасывать Выбираете Yes И он у вас сделает сброс Много строчек Последняя Data Vibe Complete Снова окажетесь в рекавери И перезагружаете его Первую кнопку Reboot System Now Заметно дольше обычного 10-15 минут он будет включаться Включится чистый и сброшенный Как попасть в безопасный режим На подобных телефонах Есть в описании Текстовая инструкция Но вам могу сказать Что при включении Загорается логотип Проходит там 3-5 секунд Начинается какая-то анимация Зажимаете минус И держите минус очень долго Пока не увидите рабочий ствол Вот и будет безопасный режим В нем вы сможете удалить Какие-то вирусы И другие проблемы Которые вызываются В областном режиме Все самое интересное Важное и полезное С моего канала Пользуете полезное Попасть можно С главной страницы канала Вы вступайте В нашу группу ВКонтакте Ставьте лайк под видео И подписывайтесь на канал Субтитры сделал DimaTorzok